МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они были во все времена молодые, дерзкие и амбициозные. Золотые умы, благодаря которым город успешно шел вперед, а крупнейшие градообразующие предприятия развивались и открывали все новые цеха и производства. Там, где мы сегодня с вами находимся, молодая сила березняков разве что машину времени не изобрела. И все-таки у нас есть возможность вернуться назад в прошлое, когда все только начиналось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1958 год. Время безудержного подъема для страны. СССР добивается небывалых высот во всех отраслях народного хозяйства. И молодой город Березняки, республика химии на каме, трудится, развивается и буквально жаждет знаний. К слову, первая попытка открыть здесь институт была еще в 1936-м. Не вышла. В память об этом одна из улиц получила название Институтская. Позже ее переименовали в Церенчиково. Мечты о своем вузе еще долго витали в воздухе. Казалось бы, столько крупнейших производственных предприятий в одном городе и ни одной кузнице инженерных кадров. Возникла острейшая необходимость специалистов с высшим образованием на всех наших предприятиях, тогда бурно развивающихся, и калийных комбинатах, и нового содового завода, тогда действительно нового содового завода. И появились новые мощности на азотно-труковом заводе в тот момент. Нужны были специалисты. Тот самый, переломный для рабочей молодежи, май 1958-го, рассказывает Сергей Козлов, конечно же, не отложился в памяти. Тогда ему было пять лет. Этот улыбчивый мальчуган в шляпе помнит только, как со всех ног бежал встречать с работой маму молодого учителя химии, Раису Александровну Козлову. Виделись они редко. Именно на ее хрупкие плечи бюро гуркома партии возложило невероятно ответственную и сложную задачу создание в Березняках высшего учебного заведения буквально с нуля. Неделю Раиса Александровна проплакала у себя в кабинете и приступила к заданию. Все начиналось здесь, в этой маленькой комнатушке, под лестницей горно-химического техникума. Убранство будущего института составляли стол, стол и табуретка для посетителей. Так в Березняках заработал учебно-консультационный пункт Уральского политехнического института. Чуть позже обаятельной Раисе Козловой удалось выбить для вуза подвал и два этажа общежития калийного комбината. Ныне это медицинский колледж. В кратчайшие сроки жилые помещения были переоборудованы в большие лаборатории и лекционные залы. Преподаватели и студенты, отложив в сторону тетради и учебники, становились грузчиками, малярами и уборщицами. Работали в три смены, не покладая рук. В 1963-м учебно-консультационный пункт стал общетехническим факультетом Пермского политехнического университета. Бессменный декан факультета Раиса Козлова ездила на заводы, разговаривала с руководством, убеждала помочь, выделить для института мебель, материалы и оборудование. И это было весьма непросто. Лев Александрович Кондратов, первый стандарт горкома партии на тот момент. Вот сейчас есть такое современное слово «развод», да? Вот он ее развел совершенно. Он ей сказал, а мама же не понимала, она же все это за чистую монету принимала, как-то вот это. То есть он ей звонит. Причем где-то не с утра. В общем, так он ей говорит. Здание на Тельмана, 7. Если ты к завтрашнему дню его не займешь, я отдам его под общежитие условников. Пришлось снять занятия, мобилизовать всех студентов. А, и это вечером, да? Организовать машины. И вот вечером они с советского 15 на Тельмана, 7, увезли всю мебель, то есть столы и стулья. Причем было так. Когда они вошли в это здание, пол еще лип. То есть вот, новье здание, пол лип еще. Не высох пол в ботинках, там было не пройти. И ребята, студенты снимали ботинки и в носках заносили мебель. Утром она доложила ему, что она заняла здание. Понятно, что он пошутил. Но это стало понятно только потом. Женские плечи выдержали все. Благодаря Раисе Александровне, которая 20 лет стояла у руля, были собраны лучшие кадры, организованы новые кафедры, открыты учебные пункты в Соликамске, Александровске и Губахе. Всего и не перечислить. По сей день руководители, которые принимали на себя пост директора вуза, бережно чтут историю и традиции, успешно развивают инновационные учебные процессы и постоянно поднимают планку политеха, как это было заложено с самого основания. Я поступила! Сколько искренних слез и эмоций видели эти стенды со списками. Найти в них свою фамилию, не сойти с ума от волнения – задача не для слабых нервов. У Варвары Мордвиновой получилось. Она стала студенткой кафедры АТП. Всего таких же счастливчиков, поступивших в этом юбилейном году, 302 человека. Конечно, я счастлива, что я поступила, во-первых, на бюджет, во-вторых, родители радуют. Здесь хорошие преподаватели, хорошая репутация, достойная. Поэтому то, что я буду здесь учиться, это очень хорошо, похвально, и я сама рада за себя. В этих стенах ребятам предстоит пережить еще много ярких моментов. Здесь они повзрослеют, найдут новых друзей, а кто-то, возможно, и любовь всей своей жизни. И чтобы этот тернистый путь был увлекательным, в филиале есть все – 4 лекционных зала, 16 аудиторий, 10 компьютерных классов и 26 современных оборудованных лабораторий. А еще библиотека, читальный зал, буфет, столовая и спортзал. И ведь не зря говорят, что студенческие годы – самые лучшие. КВН, посвящение в студенты, соревнования, конкурсы – это далеко не весь список мероприятий, чтобы грызть гранит науки было не так утомительно. Студенческие годы, на самом деле, самые классные. И в нашем университете, помимо того, что у нас пусть и сложные технические специальности, но у нас классно и весело. Много талантливых людей, очень много творческих, поют, танцуют, рисуют. Спортсменов тоже очень много у нас. Но самое главное – это все-таки то, что не выезжая за пределы города, у нас в Березняках можно получить фундаментальные знания, пройдя путь от простого студента до кандидата наук. У этих ребят уже есть хороший задел на будущее. Главные ориентиры Березняковского филиала политехнического универа – крупнейшие предприятия, которые десятилетиями доверяют местному вузу подготовку высококлассных специалистов и с удовольствием берут их на работу. С самого основания вуза именно производственники помогали в становлении университета. Уралкали, Азот, Содовый завод, Ависма, а теперь и Еврохим – первые помощники в реконструкции и оснащении корпусов современным оборудованием. Они же являются для студентов и стимулом, выделяя повышенные стипендии и организуя целевые наборы. Четыре выпускающие кафедры Березняковского филиала готовят самых востребованных на производстве специалистов – от горных инженеров и технологов до механиков и программистов. Здесь без преувеличения гордятся звездным преподавательским составом. Со студентами работает более 40 штатных преподавателей, среди которых профессора, кандидаты и доктора наук. Мы ребят настраиваем на то, что если ты хорошо учишься, если у тебя высокий средний балл, если ты ответственно подходишь ко всем курсовым проектам, то и тебя будут ждать предприятия. У нас на некоторых ребят даже конкурс, то есть он не знает, куда ему идти, либо Азот, либо Еврохим, либо Уралкали. В маленьких вузах у нас как бы такая маленькая семья. То есть мы их с первого курса уже начинаем всех видеть, знать. То есть у них нет такого, что они не могут найти преподавателя или они не знают лицо преподавателя, как это может быть в большом вузе, в большом городе. То есть у нас все ребята на виду, то есть мы их с первого курса не у нас все как на ладошке. Когда они приходят на последний курс, мы тоже каждому уже знаем, как облуплено. И поэтому у нас вот такая как бы домашняя обстановка, теплая обстановка. И думаю, что и ребята видят это отношение, и у них тоже складывается, что здесь как дома, что здесь как, что очень тепло их принимают, что их здесь любят. Вообще, каждая кафедра, где так любят студентов, словно маленькое самостоятельное государство, ее научно-исследовательская работа сосредоточена на конкретной специальности и предоставляет по ней глубокие познания. Выпуская своих студентов в жизнь, на каждой кафедре уверены, на производство придут действительно подготовленные, дипломированные специалисты. Кроме того, огромное значение здесь уделяют переподготовке кадров. ВУЗ дает прекрасную возможность не стоять на месте, развиваться и уверенно шагать сверх по карьерной лестнице тем, кто уже работает на производстве. Т.М.П. Кафедра технологии механизации производств. Как и везде, здесь все начинается с АЗОВ. В данном случае это инженерная графика. Студенты должны научиться, как свои пять пальцев читать чертежи. Иной раз сложнейшее оборудование на заводе занимает своими габаритами половину цеха. Разобраться в нем, понимать процесс, знать, как обеспечить бесперебойную работу, всему этому учат здесь. Подходя к защите диплома, изучив такие сложнейшие технические дисциплины, как теоретическая механика, сопротивление материалов, движение жидкости и газов, студенты уже вполне могут спроектировать свой, более усовершенствованный производственный аппарат или придумать новую технологическую цепочку. То есть это ребята, которые проектируют оборудование, оборудование химических предприятий. Это в основном ремонт оборудования, то есть любая технологическая цепочка на производстве, она состоит из аппаратов. Ребята обучаем принципу работы каждого аппарата, то есть они должны понимать, как он устроен, как он работает, как протекает в нем процесс. И когда они приходят уже на практику, на производство, они должны обеспечить работоспособность каждого аппарата, чтобы он работал, чтобы он не выходил из строя и, соответственно, уметь уже ремонтировать это оборудование. На кафедре химической технологии и экологии готовят целую армию специалистов, без которых невозможна работа ни одного крупного предприятия города. Основа любого производства – технология. Задача химиков-технологов – добиться максимального выхода качественного продукта, минимизировать отходы, просчитать оптимальные режимы работы оборудования и использовать сырье практически без остатка. Многие выпускники этой кафедры прошли путь от обычных операторов до руководителей цехов и флота фабрик. Практически весь костяк главных специалистов на заводах – выпускники кафедры химической технологии и экологии Березняковского политеха. Без наших специалистов стала бы вообще невозможна работа оборудования. То есть оборудование механики соберут, но запустить его – это деятельность технологов, поскольку именно технологи отвечают за безопасное ведение процесса и выпуск готовой продукции. Что такое технология? Это набор операций, которая позволяет нам из сырья А получить продукт Б. Если мы эту цепочку не проработаем, то оборудование нам не нужно будет, автоматика нам не нужна будет. То есть получается, что технологи – это самая многочисленная группа на наших промышленных предприятиях. Самая старейшая в филиале политеха кафедра – автоматизация технологических процессов. Здесь ведут подготовку специалистов сразу по трем направлениям – электроэнергетики и электротехники, автоматизации процессов, а также информатики и вычислительной техники. По последней, к слову, впервые за всю историю филиала здесь начали выпускать магистров. Студенты кафедры могут по праву гордиться тем, что лекции им читает два аттестованных профессора – доктор технических наук Андрей Затонский и кандидат технических наук Вячеслав Бекер. Учим мы, вообще говоря, достаточно хорошо. Я эксперт Роскредитагентства, езжу по стране и в силу своих должностных обязанностей смотрю, где как учат. Подготовка у нас построена по принципу широты и охвата. К сожалению, особенно в информатике подготовить узкого специалиста можно, конечно, но куда он потом пойдет, если у него будет только вот эта компетенция. Поэтому мы информатиков учим очень широко. Мы стараемся им дать как можно больше, ну, хотя бы в обзорном плане, чтобы они и 40 вам немножко поработали с 1С, немножко поработали с Галактикой, немножко поработали и так далее. Со всем, что у нас есть на предприятиях, что у нас есть за пределами предприятий и на чем, собственно, можно зарабатывать деньги. Горная кафедра, пожалуй, самая востребована у студентов, которые давно трудятся на производстве. Казалось бы, чем их, таких матерых специалистов, можно еще удивить, но преподавательский состав кафедры делает это изо дня в день. На самом деле у горных инженеров много специальностей. К примеру, инженер Марк Шейдер словно штурман, составляет планы подземных выработок. Инженер-технолог определяет порядок горных работ, инженер-механик выбирает оборудование и следит за его работой, инженер по охране труда отвечает за безопасность. А еще есть взрывники, связисты и инженеры, отвечающие за транспорт в шахте. Одним словом, без них в забое никак. Мы на первых курсах дадут терминологии основам горного дела, на которых в том числе есть такие дисциплины, как геология, строение месторождения. Запасы, качество полезного ископаемого, различные условия залегания. Есть очень сложные условия залегания. Есть такие горные породы, которые содержат очень много газов под давлением. И, конечно же, нельзя забывать про кафедру общенаучных дисциплин, где, собственно говоря, начинается путь любого будущего специалиста. Здесь же более полувека трудится старейший педагог Березняковского филиала ПНИПУ Борис Юдин. Его обожают студенты. За терпимость и понятное объяснение такого сложного предмета, как физика. Он автор более 40 научных трудов, в том числе учебно-методических пособий. Борис Данилович вырастил несколько поколений студентов. И уходить на пенсию не собирается. Возраст для него вопрос неактуальный. В свои 75 он не представляет жизни без родных стен вуза, шуток студентов и их горящих глаз. Студенты, производственники задали вопрос. Вам не надоело работать столько лет на одном и том же месте? Я говорю, как надоест, если каждый год приходят новые ребята? Ну, у нас задача как раз общая научная подготовка. Подготовка или создание базы для уже изучения специальных дисциплин. Вот у нас физика, химия, математика, иностранный язык, философия. Все вместе в одной кафедре. Выпускники – самая большая радость и гордость Березняковского филиала. Они удивляют своими знаниями, нюгомонностью и страстью к науке. А некоторые под чутким руководством преподаватели раскрываются настолько, что предлагают свои уникальные инновационные разработки, которые впору патентовать. Среди лучших из лучших выпускников филиала ПНИПУ известны в городе люди. Первый заместитель главы города Владимир Шанин, заместитель директора филиала «Азот» Ольга Евцина, глава дивизиона гурнопрудной компании «Еврахим» Евгений Котляр и другие. И практически все сходятся в едином мнении. Значение Березняковского политеха очень велико. Не будь его в Березняках градообразующим предприятием, было бы намного сложнее решать кадровые вопросы. Хорошее крупное предприятие, надежное, я бы сказал, которое является монополистами у нас в Российской Федерации. И крепкий Березняковский филиал – это тот конгломерат, который позволяет в целом региону выстоять. У нас не надо забывать, что Березняки – второй город по значимости в Пермском крае. И поэтому без филиала, я думаю, что пострадает и Пермский край, ну и, если говорить глобально, вся Россия. Среди выпускников филиала, которые вдохновляют своими историями успеха, Ирина Константинова. Свою карьеру она начинала с рабочей специальности и, получая высшее образование, сначала первое, затем второе, уверенно поднималась по карьерной лестнице. Сегодня она занимает пост директора по персоналу в компании «Уралкалий». Но к своим преподавателям по-прежнему относится с большим уважением и душевной теплотой. Педагогический состав вуза всегда был очень сильным. С теплотой вспоминаю за Инулину Аду Шабардиновну, декана факультета, за ее мудрость, за глубину владения вопросом, за неравнодушное отношение к нам, к студентам. Кстати, именно она, увидев во мне потенциал, порекомендовала мне получить второе высшее экономическое образование, которое впоследствии я и получила. Косвинцев Олег Константинович, увлеченный сознанием дела, рассказывал про оборудование химических заводов, про технологические процессы. На его уроках всегда было очень интересно. Не могу не сказать про Веденееву Лидию Николаевну, заведующую кафедрой. Она обладала уникальной особенностью. Изложить сложный материал простым и доступным языком – это ценно. А ведь те, кто искренне благодарен за свои студенческие годы Березняковскому политеху, порой даже не догадывались, как трудно было временами держать на плаву такую огромную махину фундаментальных знаний, как этот университет, каких невероятных усилий стоило коллективу реформа образования и как много пришлось сделать, чтобы выстоять в то время, когда по всей стране закрывались сотни филиалов высших учебных заведений, сколько учебных планов пришлось переписать и сколько сложных решений принять директору филиала, чтобы вуз жил. Вот, кстати, и он – авторитетный хозяйственник и руководитель Олег Освинцев. Застали в лаборатории за любимой работой. В редкие минуты, когда вот так удается поколдовать над кристаллизатором, глаза его сияют неподдельным азартом. Как ни крути, но научная исследовательская работа в стенах университета – те новые открытия, которые потом с удовольствием тестируют на крупных предприятиях, фишка Березняковского политеха. И все-таки главным богатством Олег Освинцев считает свою команду. Надежную, мудрую, любящую молодое поколение. 120 человек ежедневно трудятся для того, чтобы эта кузница кадров продолжала пополнять профессионалами золотой фонд березняковских предприятий, чтобы в университете было просто уютно, вкусно и чисто. И сегодня к поздравлениям директора филиала, пожалуй, присоединятся тысячи выпускников и студентов, которые всегда будут благодарить филиал за путевку в жизнь, радостные взлеты и поддержку во время падений. За искренние переживания, заботу, твердые знания и крепкую веру в успех своих подопечных. Спустя 60 лет, можно смело сказать, крепкий костяк Березняковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета без преувеличения – люди с большой буквы. У нас подавляющее большинство преподавателей действительно посвятили всю жизнь филиалу. И они, наверное, будут полностью солидарны с моим мнением. Что ты отдаешь часть себя, свою частичку этому учебному заведению и не мыслишь себя без него. Так же, как и филиал оставляет в своей истории место для каждого из нас. Я думаю, что если предприятие у нас будет функционировать, если демографическая ситуация, судя по прогнозам специалистов, у нас будет чуть-чуть изменяться, если у нас появится общежитие комфортное, качественное, которое готово будет принять абитуриентов с региона Пермского края, то у филиала будущее огромное. Как говорят, что калийных удобрений здесь хватит на 300 лет, то я думаю, что и филиал еще 300 лет будет существовать, готовить квалифицированные кадры, востребованные для предприятий региона. Субтитры создавал DimaTorzok